Если после просмотра вы посчитаете, что данное видео было вам полезно, просим подписаться на YouTube канал Банковский Клуб. Друзья, всем привет! Сегодняшняя информация будет полезна тем, кто регистрировался как внутреперемещенное лицо через ДИЮ, подавал заявку через ДИЮ на протяжении апреля, до 31 апреля 2002 года. И информация хороша тем, что те, кто подавал через ДИЮ до 31 апреля, имеют право на получение помощи внутреперемещенным лицам на сумму 2000 грн за март и 2000 за апрель. Это согласно правилам, которые устанавливало Министерство социальной политики. Правило говорится, что подаешь заявку до 31 апреля включительно, и начисляются выплаты за март и апрель. Но напомню, что тогда были сбои в этой системе, в ДИЮ, и заявки у всех, кто подавал на протяжении апреля до 31 апреля, они висели в статусе в обработке, и 1 мая они откатились обратно, и получается, что фактически никто не подал заявку до 1 мая. Все думали, что это сделано намеренно, но все же в ДИИ был действительно сбой, хотя неизвестно. И все заявки отметились, как вроде они подавались с 1 мая, то есть они не усчитываются в выплате денег за март и апрель. Но все же что-то случилось, и буквально вчера один из подписчиков Подпишись на телеграм-канал Банковский Клуб и участвуй в регулярных розыгрышах денежных призов. Ссылка на телеграм под этим видео. Оформляйте кредитные карты, кредиты наличными и микрозаймы онлайн. Ссылка под этим видео. Написал, что в ДИИ в справке внутри перемещенного лица дата подачи заявки поменялась на ту, которую фактически подавали в апреле. У меня, например, справка поменялась на 21 апреля, которую я действительно подавал 21 апреля. Но фактически, так как оно откатилось обратно, у меня стояло 1 мая, потому что я переподал 1 мая. Вот посмотрите, как сейчас отображается информация в ДИИ. Так, я зашел в ДИИ и теперь листаю для того, чтобы посмотреть свой документ о справке о переселенце. И вот здесь нужно в правом нижнем углу нажать три точечки, полна информация. И вот здесь вот дата выдачи 21.04.2002 года. А была дата 1.05.2002 года. То есть 1.05.2002 не подходит для того, чтобы выплатили выплату за март и апрель. А 21.04.2002 это фактическая моя подача заявки и когда она зависла. Эта дата подходит для того, чтобы я получил выплату 2000 гривен за март и 2000 гривен за апрель. И к чему я веду? Буквально вот недавно новый министр социальной политики сообщил, что они будут работать с заявками, которые были поданы ранее в апреле. То есть они вот получается как-то все-таки зафиксировали и отобразили информацию даты подачи заявки. Вот как у меня например 21 апреля. И она сказала, что эти люди могут обращаться в СНАПы, в социальные фонды и писать заявление на выплату помощи. В том числе за март и апрель. Так что, если вы подавали заявку через ДИЮ, и у вас была такая ситуация, как у меня, еще в апреле, но фактически заявка у вас отобразилась в мае, и если вы зайдете в ДИЮ и посмотрите справку свою, информацию, справку внутренне перемещенного лица, и она, и там в строке дата подачи заявки стоит апрель, и при этом вы не получали выплату переселенца за март и апрель, то идите в ЦНАП, подавайте заявку на выплату этих денег, и со слов Министерства социальной политики, эти деньги будут выплачены на протяжении 10 дней. Если после просмотра вы посчитаете, что данное видео было вам полезно, просим подписаться на YouTube канал Банковский Клуб. Подпишись на телеграм-канал Банковский Клуб и участвуй в регулярных розыгрышах денежных призов. Ссылка на телеграм под этим видео. Оформляйте кредитные карты, кредиты наличными и микрозаймы онлайн. Ссылка под этим видео.